приветствую вас дорогие друзья вы на моем канале о мужском стиле под каждым моим видео вы пишете интересующие вас вопросы не касающиеся конкретной тематики ролика под которым они написаны я собрал несколько таких вопросов плюс задал вам вопрос о том что же вас интересует у себя в инстаграм на который вы тоже можете подписаться и сегодня на них отвечу и так наша рубрика ответы на вопросы телезрителей вопрос номер один почему два пиджака или два костюма или две рубашки одного бренда и одного размера могут сидеть по-разному отвечаю ну во первых у каждого производителя бывают разные линейки разные модели это логично где-то написано slim fit regular fit leisure fit разные варианты фитов или посадок никогда не знаешь отличается одна от другой или нет порой бренды меняют эти типологии посадок иногда slim fit который выпущен в этом году отличается от такой же рубашки с классификацией slim fit выпущенный в прошлом году или двухлетней давности а в дискаунтерах когда вы покупаете на распродажах в одном магазине могут оказаться рубашки разных годов или пиджак и разных годов поэтому они сидят по-разному также бывают разные ткани и ткань тонкая легкая и ткань плотная зимняя они драпируются по-разному выкладываются по-разному и поэтому могут отличаться то есть две основные причины это смена моделей в коллекциях вторая причина это то как лежит ткань разные ткани ложатся и садятся по-разному надеюсь ответил на ваш вопрос следующий вопрос допустим ли отстегивающийся меховой подклад на пальто или на куртке ну скажем так если такие производят значит он допустим просто практичности в такой вещи очень мало этот меховой подклад он занимает но в среднем по два сантиметра объема с каждой стороны то есть носить куртку которой нету этого меха уже затруднительно потому что она будет на два размера больше чем вам надо то есть лучше сразу купить такую куртку или такое пальто в которую этот мех инсталлирован на постоянной основе что касается меха на капюшонах в парке парке в котором вы гуляете с девушкой а парка это такой тип курток что касается вот этого меха он как правило съемный и это хорошо потому что за сезон куртка так как вы ее носите она вам может под надоест и хочется в ней что-то изменить например снять вообще этот капюшон или хотя бы снять этот мех на капюшоне я обычно говорю своим клиентам что к февралю месяцу или к марту когда морозы еще порой бывают но мех на этой куртке вам уже надоел его можно снять хотя бы привнести какую-то новизну в этот образ надеюсь вам понятна логика следующий вопрос был прислан в мой инстаграм очень интеллигентным человеком он спрашивает здравствуйте уважаемый валерий подскажите пожалуйста с точки зрения хорошего вкуса можно ли сочетать однотонный пуховик с матовым синтетическим покрытием и непарный шерстяной пиджак я коротко отвечаю что скорее нет на что никита отвечает благодарю действительно в этом отношении бронелла кучинелли лучше не подражать и присылает такая фотографию с каталога кучинелли в котором вот такой товарищ в описанном луке почему сразу не прислать эту фотографию не спросить как ты считаешь нормально это или нет я думаю что человек хотел меня подловить но я отвечаю следующим образом друзья что хоть это кучинелли или не кучинелли такие съемки они хороши когда вы снимаете свой каталог ходить по улице когда ваша куртка куца и из-под нее выглядывает пиджак даже если он надет с джинсами это не совсем хорошо дорогой никита спасибо за вопрос будьте человечнее и люди к тебе потянутся следующий вопрос касается выглядывающего рукава трикотажа из-под рукава пиджака по аналогии с рубашкой нужно ли чтобы здесь выглядывал свитер когда вы носите на него пиджак сверху здесь точно такая же логика как и с рубашками ваш пиджак не должен касаться вашего тела не здесь потому что кожа выделяет кожное сало и пиджак засаливается не здесь где шея то есть все эти части тела должны быть закрыты менее значимым и менее дорогим продуктом чего не скажешь вот про этот синий свитер от кучинелли который стоит практически как этот костюм поэтому друзья в таком случае непонятно что лучше а что хуже следующий вопрос по поводу того какая должна быть шапка чтобы она сочеталась с пальто и с очками ну друзья конечно шапки и головные уборы мы носим когда очень холодно на улице и нужно прятать свою голову уши и мозги того чтобы они не промерзли как правило мужчины не очень любят головные уборы и носят их потому что вынуждены это делать и очень сложно подобрать шапку для того чтобы она выглядела стильно у этого есть несколько причин первое портится прическа когда снимай шапку шляпу все что было под ней но приминается и конечно выглядит хуже лысым мужчинам в этом случае намного проще им обязательно нужно носить шапку зимой чтобы не простудиться те у кого есть волосяной покров их хотя бы волосы греют но это все равно порой не спасает а второй пункт ну выбрать такую шапку которая будет хорошо сочетаться с классической одеждой действительно довольно сложно вообще такой классической одежде как пальто лучше всего подходит классическая шляпа с полями но это выглядит несколько не современно в наше время и мужчина который разгуливает в шляпе с полями по городу рискует быть осмеянным обществом поэтому если у вас есть смелость и вы хотели плевать с высокой колокольни на всех кто на вас смотрит можете носить шляпу с полями и никого не слушать мне нравятся такие сочетания но для себя я их почему-то применить не могу много раз заходил в магазины борсали но пытался подобрать себе шляпу для зимы ничего не получилось она просто не подходит к моему внутреннему душевному состоянию видимо я прошел уже те годы когда можно было носить шляпу или еще к ним не приблизился я могу сказать что такие шляпы идут мужчинам возрасте поэтому если вам скажем так немножечко больше чем 50 и выглядит это замечательно хотя есть и молодые ребята которые не стесняются носить шляпы с полями в своем возрасте по поводу правильного подбора есть также шапки вязаные шапки из кашемира или из шерсти шапки бини конечно они выглядят более спортивно и это компромиссный вариант но что же делать когда на улице минусовая температура лучше как говорил мой дед дрожи не дрожи а фасон держи но в случае со здоровьем она все-таки важнее сами знаете в какое время мы живем поэтому берегите здоровье и если вам холодно носите теплую вязаную шапку пару слов еще других типологиях шапок шапки ушанки хороши когда на улице очень холодно они могут быть сделаны из овчины они спасают от любого холода закрывают вас от ветра от снега поэтому если столбик 0 ниже 30 градусов забудьте вообще о том что надо перед кем-то фронтить берегите здоровье это говорю вам я основатель канала о мужском стиле здоровье дороже пацаны еще один тип шапок это кепки восьми клинки и бейсболки все что с этим связано есть такая теория что когда мерзнут уши достаточно прикрыть их верхнюю часть только эту если вы натягиваете восьми клинку на верх своих ушей вся остальная часть ушей она не замерзает но есть конечно вернушные раковины в которую может надуть ветром поэтому я в эту теорию верю только на 30 процентов если погода не супер холодная и вам нужно просто прикрыть голову можно носить восьми клинки это сейчас очень модно после нескольких сериалов после нескольких героев за которыми мы все наблюдаем это сейчас не только практично но и модно недавно мне подарили на новый год восьми клинку от филсон и я с радостью ее наш спасибо моим друзьям из магазина остров женя серега сила резюмируем лучше всего с мужским классическим пальто смотрится классическая шляпа с полями но альтернативы могут быть разные это может быть либо вязаная кашемировая либо шерстяная шапка либо восьми клинка это тоже допустимо друзья напишите как вы спасаетесь от холодов в своем климате нам это очень интересно и очень важно следующий вопрос касается худи и пальто сочетание кофты с капюшоном который выглядывает когда вы носите пальто допустимо ли это спрашивает зритель я могу сказать следующее в определенном ключе это делать допустимо это эклектика смешение стилей стрит стайл и классики порой когда я гуляю с дочкой с коляской у меня есть любимая теплая кофта с капюшоном я ношу ее с пальто потому что пуховиков у меня практически в обороте то и нету теплое пальто из которого выглядывает капюшон моего худи рифмуется с кроссовками с цветом коляски это один из моих любимых образов которым я гуляю себя по району эйфелева башня вы узнали наверное где это находится может быть среди моих зрителей есть мои соседи поэтому я считаю что это нормально но пальто должно быть тоже не самым классическим идеально если она какое-то менее формальное чем то которое вы видите даже сейчас на картинке поэтому я не имею ничего против такого сочетания это заменитель шапки кстати можно сказать что еще один вариант из предыдущего вопроса пришел завершающий вопрос сегодняшнего видео с чем носить дубленку по поводу дубленок кто не знает это верхняя одежда в которой мех находится внутри а кожа находится снаружи сейчас это какое-то остромодное явление при всех гринписах при всех войнах против натуральности и против отношения к животным практически в каждой коллекции у каждого бренда появились дубленки что могу сказать от себя это довольно теплая вещь я в своей жизни их никогда не носил может быть скоро начну потому что я отыскал такой бренд который мы будем эксклюзивно представлять в следующем сезоне называется он сальваторе сантеру и он делает такие дубленки что их носят вот эти вот известные личности да да и вот она тоже поэтому друзья против дубленок я лично не имею ничего против дубленка это одна из самых теплых вещей среди мужской верхней одежды на зиму ее можно носить в холода она согревает но есть несколько минусов как правило дубленки довольно много весят и вот эта вся история которая и так нас за зиму нагибает к земле потом нужно ходить костоправом просто потому что мы носим на себе дополнительные килограмм дубленка она тяжеленькая ее большой плюс она очень теплая теперь по факту и по сути к вопросу с чем ее сочетать с костюмом дубленки смотрятся несколько странновато конечно с костюмом их лучше не носить второй вариант носить ли дубленку с джинсами вполне возможно до дубленки можно сочетать джинсами особенно если это короткая дубленка по типу куртки пилот они тоже бывают сделаны как дубленка с мехом внутри и с меховым воротником с джинсами с высокими ботинками это смотрится замечательно по поводу того что надевать снизу наверняка это должен быть свитер который закрывает все что должен закрывать если вы носите шарф свитер может быть без горла если носите без шарфа пусть ваша шея тоже будет закрыта если в вашем офисе хорошо топят и вам нужно прийти на работу в чем-то теплом преодолеть путь из точки а из дому до работы точку б и не потерять тепло но в самом офисе довольно жарко вы можете носить что-то легкое тонкое а сверху укрываться теплой дубленкой ну или пуховиком вот такая логика друзья резюмирую идеальный матч к дубленкам это плотные джинсы или плотные брюки с каким-нибудь трикотажем классическая одежда и дубленки они немножечко из разных сфер что касается головных уборов опять-таки когда вы надеваете дубленку наверняка на улице очень тепло и вам нужно свою голову тоже прикрыть вот в этом случае можно носить как вязаную теплую шапку так и шапку ушанку вот это наверное идеальный матч для шапки ушанки одно плюс другое и никакие холода даже за полярным кругом вам не будут страшны хотя если спросить лично у меня чтобы я выбрал арктик парк от бурич например или дубленку от какого-то fashion бренда я бы конечно остановился на старой доброй легкой парке ни одна овечка не пострадает друзья спасибо всем и каждому за ваши вопросы это очень ценно они позволяют мне находить какие-то новые темы для роликов я ценю наше общение сейчас не так часто отвечаю вам расскажу почему потому что конец года планы стратегии прочее 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 youtube поскольку у нас проект не коммерческий а можно сказать благотворительный на него тратится все меньше и меньше времени но все равно каждую неделю мы выпускаем новые видео и тот ваш фидбэк который вы пишете кстати отдельное спасибо вот на такие сообщения потому что очень приятно читать что то что мы делаем она не зря для того чтобы оставаться с нами на связи пишите нам в instagram если вы хотите получить мою личную консультацию это тоже возможно организовать не факт что она произойдет прямо завтра потому что запись большая но все же пишите записывайтесь увидимся в новых видео или skype конференции а те кто живут в киеве могут вполне увидеться с нами в живую всего доброго друзья с вами был валерий мартыненко пока